На линии фронта ситуация развивается следующим образом. За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. То есть боевая активность очень высокая. Она вернулась на тот период, в принципе, начало, конец прошлого года, начало этого года, когда до 100 доходило количество боевых столкновений. Всего враг нанес за прошедшие сутки 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь ввелся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам при фронтовой и приграничной полосе. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушение получили больницы, частные многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары рашистской авиации в основном пришлись на Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Под артиллерийский огонь рашистских захватчиков попало более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. Мы продолжаем наращивать враг, присутствует на прикрытии государственной границы на территории Белоруссии, оборудует ее в инженерном отношении, укрепляет. Мы тоже не сидим сложа руки, строим свои инженерно-фортификационные сооружения и готовим линии обороны и наращиваем минно-взрывные заграждения от врага, от вторжения вероятного противника с территории Белоруссии. Но в общем обстановка контролируема. На Северском и Слобожанском направлениях здесь противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить активную диверсионно-разведывательную деятельность, с чем мы стараемся активно тоже бороться. И далее продолжает обстреливать нашу территорию из артиллерийских систем, иногда привлекает авиацию для нанесения ударов, ну и оборудует свою территорию в плане инженерно-фортификационных сооружений в виде оборонительных линий. Ну вообще создается впечатление, что на будущее, ну как говорят некоторые расистские политики, навсегда, там и 20 и 50 лет, они не успокоятся, пока не уничтожат нас как государство. То есть это противостояние приобретает долгосрочный характер на, ну скажем так, я наверное не побоюсь этого слова, на века. Поэтому и государственная граница, украино-российская граница, она превращается в такую двухстороннюю линию обороны. С нашей стороны и естественно со стороны врага. Ну мы-то наступать не собираемся, нам чужая территория не нужна, а вот враг может использовать эти оборонительные рубежи для формирования ударных группировок. Ну это в будущем, в долгосрочной перспективе, потому что сегодня говорить даже в среднесрочной перспективе 3-5 лет тяжело сказать. Или в принципе тяжело наверное будет создать какую-то более-менее вменяемую ударную группировку с боевым потенциалом, способным проломить нашу оборону. Поэтому, ну тем не менее, вот ситуация остается такой напряженной на Северском и Слобожанском направлениях. Дальше у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И здесь начинаем мы с Купенского направления, которое поутихло немного после довольно серьезных потерь, которые мы нанесли врагу, в том числе и в бронетехнике. Немного боевая активность спала на Купенском направлении. Как говорят некоторые расширские источники военкоры, пишут, что они ждут мороза. Ну пусть ждут дальше. Ждут мороза, чтобы промерз грунт, чтобы танки и бронемашины могли выдвинуться и начать какое-то наступление. Хотя, затишье всегда тоже вызывает как бы настороженность в плане того, что это может быть перегруппировка войск с выводом в первый эшелон танковых подразделений. Напомню, на Купенском направлении действует первая гвардейская танковая армия в составе двух танковых дивизий. И с выводом в первый эшелон для дальнейшего возобновления наступательных действий. Ну пока спад боевой активности. А вот Лиманское направление наоборот. Здесь боевая активность возросла довольно сильно. И причем немножко они поменяли даже вектор. В основном теперь атакуют... 11 атак противник провел в районе населенных, в районах Тернов, Ямполевка, Торская. И еще 17 атак возле Макеевки и Белогоровки, Серебрянского лесничества. И севернее Григоровки и Веселовки. Вот кстати изменение вектора, что видите основной упор они повернули на Макеевку, Белогоровку и Григоровку. То есть на южном фланге этого Лиманского направления враг пытается атаковать. Но это сегодня практически по количеству атак. 28 атак на одном только Лиманском направлении. Почти подтягивается наверное к Авдеевскому направлению. Большая активизация отмечается на Лиманском направлении. Далее Бахмутское направление. Тут наши воины отбили 9 атак противника. И в основном боевые столкновения происходили недалеко от Ивановского, в районе Клещиевки, Северной Клещиевки и Андреевки. Ну вот кстати в Северной Клещиевке там очень серьезные бои. Враг вклинился в нашу оборону, частично вклинился. Но таким узким вклинением, насколько хватит возможности у врага удержать эти позиции, мы еще посмотрим. Но за прошедшие сутки линия фронта, кстати вот я пропустил, ни на Лиманском, ни на Бахмутском направлении, ну на Купинском там понятно наступательных действий враг в основном не предпринимал. Позиционные бои, обмен артельскими ударами. Но ни на Лиманском, ни на Бахмутском направлении линия фронта за прошедшие сутки не изменилась. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления, где враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, наш гарнизон в этом населенном пункте. И соответственно проводит атаку. Вчера состоялась довольно массированная атака на северном фланге Авдеевки. Там вообще 20 атак зафиксировано на этом рубеже. Это Новобахмутовка, в районах Новобахмутовки, Степнова и самой Авдеевки. И одна из атак в принципе была в традициях первых дней штурма Авдеевского направления. Это вот если вспомним 10 октября, начало штурмовых действий. До 10 единиц бронетехники, танки и боевые машины пехоты попытались выдвинуться для развертывания в боевой порядок и атаки наших позиций. Но в принципе артиллерия совместно с FPV-дронами предотвратила эту атаку. Правда части бронетехники удалось уйти из-под огня. То есть они тут же отступили. Атака захлебнулась. Но примерно 3 или 4 единицы бронетехники были подбиты вместе с пехотой. Пехота, которая поспрыгивала с брони и разбежалась по окрестностям, потом добивалась нашими подразделениями, которые занимают оборону на этих рубежах. А вот южный фланг Авдеевского направления здесь, Первомайское и Невельское. На этом рубеже наши войска отразили до 15 атак противника. Линия фронта на Авдеевском оперативном направлении за прошедшие сутки не изменилась. Все атаки были отбиты. Далее Марьинское направление. Тут враг тоже проявляет довольно высокую активность. И пытается, ну здесь у них главные усилия, они пытаются сосредотачивать в районе Новомихайловки. И Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. Новомихайловка самая активная. И 17 атак было предпринято со стороны расистских войск в попытках продавить нашу оборону. За прошедшие сутки наша оборона выстояла и все атаки противника были отбиты. Продвижений даже в районе, особенно в районе Новомихайловки, у врага не получилось. Они, кстати, начали вот Новомихайловский выступ, который образовался на карте, они стали его штурмовать в лоб. И все, что удалось в предыдущие сутки, вот как раз выпуск не выходил, Тогда им удалось расширить чуть-чуть серую зону, но линия боевого соприкосновения не поменялась. Но серая зона немножко расширилась. В эти сутки прошедшие линия фронта остается без изменений. Далее у нас идет шахтерское направление. Здесь оккупанты тоже большой выступательной активности не проявляли. В основном были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Фронт без изменений. Запорожское направление тоже здесь довольно-довольно ослабили они боевую активность. И в районе западнее вербового была предпринята попытка атаки наших позиций, но она была безуспешная. Наши бойцы отразили эту попытку. Далее идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это херсонское направление. И тут силы обороны продолжают мероприятие по расширению плацдарма на левом берегу Днепра и наращивание его боевого потенциала. Враг пытается нас оттуда выбить безуспешно. Шесть штурмов было предпринято со стороны расширских войск, но ни один из них не увенчался успехом. Несмотря на применение бронетехники, несмотря на применение, туда уже подбросили даже подразделения морской пехоты. Очень трагичная ситуация сложилась для врага при попытке высадить морскую пехоту. Это так называется морская пехота. Это уже не кадровый состав морской пехоты, который был в прошлом или позапрошлом году. Потому что все эти бригады, которые там воюют, и Дальневосточный, и Тихоокеанского флота, и Черноморского флота Рашистской Федерации, они все уже 2-го, 3-го состава. Там в основном уже мобилизованные или те, кто там подписал контракт из числа срочников. Этим и сказывается то, что у них боевая активность довольно невысокая. И практически на сегодняшний день она ничем не отличается от обычных мотострелковых и танковых подразделений по своим боевым потенциалам. Поэтому и успешность. Так вот, была попытка в районе Олешек высадить на остров небольшое подразделение, которое там же было уничтожено нашими войсками. Ну а трагизм ситуации для рашистских военных состоял в том, что те, кого не убили в результате атаки FPV дронами, они застрелились. Видимо были или ранены, или чтобы не умереть там от холода и голода, вот, они приняли решение покончить жизнь самоубийством. Вот такая вот попытка высадки морской пехоты на остров, а на остров, точнее, в районе населенного пункта Олешки. Вообще смысл высадки был непонятен, что они хотели добиться там, организовать там какой-то блокпост или пост наблюдения, или еще что-то. Но вот ситуация сложилась вот таким вот трагическим образом для врага. Для нас, в принципе, наоборот, успешно мы провели хорошую операцию по ликвидации вражеских войск на нашей территории. Далее, Черное море. Давно не было в сводках, и сейчас появляется сегодня на утро, на утро сегодняшнего дня, в Черном море находятся 4 вражеских корабля, среди которых есть один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп которого может составить до 8 ракет. Так что посмотрим. Опять начали они выдвигаться в акваторию Черного моря. Видимо, опять нашим вооруженным силам или военно-морским силам, возможно, совместно со спецслужбами, особенно у нас СБУ в этом плане, довольно продуктивная организация, ну, наверное, будут организовать какую-то очередную морскую вылазку в борьбе с врагом в акватории Черного моря. Посмотрим. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая ракета Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по району сосредоточения личного состава и техники врага по двум пунктам управления войсками и по двум складам боеприпасов противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 730 оккупантов, в технике и вооружении в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 14 единиц, в артиллерийских системах 10 единиц, в реактивных системах залпового огня 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 7 единиц, крылатые ракеты 1 единица, автомобильной техники 24 единицы и специальной техники 2 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а прежде чем перейти к следующему разделу, я хотел бы поговорить о работе контрразведки, в частности Службы безопасности Украины и ее подразделении контрразведывательной деятельности, которую она проводит на территории Украины. И вот вы задаете часто вопрос, он встречается, я неоднократно на него отвечал, что почему враг не бьет по энергосистеме Украины. Оказывается не только потому, что и энергосистема Украины сегодня защищена и восстановлена, то есть надо начинать все сначала. Ну и Служба безопасности Украины, оказывается, проводит специальные мероприятия и проводит целые операции по ликвидации наводчиков и по ликвидации агентурных сетей на территории всей Украины, причем в первую очередь на территории, которую мы контролируем, где основной части нашей страны. Почему? Потому что заброска агентуры со стороны РФ продолжается. Причем сейчас уже ситуация, СБУ изменила ситуацию в таком контексте, что врагу уже не хватает тех, кого они законсервировали, законсервированных агентов, агентурных сетей. Смотрите, разгромили огроменную сетку и продолжают еще работу в этом направлении по ликвидации Московского церквей, Московского патриархата. Они выступали в качестве разведсети и агентуры РФ на территории Украины. Работают по корректировщикам и наводчикам. Сейчас вот было задержание, работают по корректировщикам и наводчикам. Работают даже, помните, были случаи, когда дети попадались на вербовку через социальные сети и игры, чтобы сообщить о каких-либо объектах, пойти их сфотографировать и так далее. А сейчас уже идет заброска агентов. Заброска через границу, через линию фронта. Вот эти ДРГ, которые, допустим, в Сумской, Черниговской или Харьковской областях, где у нас есть граница, государственная граница с Рашистской Федерацией. Вот ДРГ может играть роль отвлекающего маневра. То есть прорыв группы ДРГ, все внимание на участке прорыва, бой, а где-то переходят втихаря проводники, проводят диверсанта, который потом выполняет здесь задачу. Так вот, такого же забросили. Вот таким вот образом забросили вагнеровца, бывшего вагнеровца. Его задержала служба безопасности. Причем задержали его на горячем. Этот бывший вагнерис пытался закрепить GPS-трекеры на опоры линии электропередач, которые питают киевскую городскую агломерацию. По сигналам маячков, оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением шахедов. Фактически это было спасение Киева и вообще киевской жилой агломерации от очередного блэкаута, потому что маяк, это, ну мы знаем прекрасно, что ракета идет четко на маяк, который подсвечивает цель. Так что вот таким вот образом СБУ предупреждает серьезные обстрелы энергетики, в том числе. Предупреждает, ну, экономит, точнее, нашему государству миллионы долларов, на которые бы были потрачены на восстановление этих объектов. И глава службы Василий Майлюк делает особый акцент на работе контрразведки. Сейчас это, сейчас, ну, есть акценты, смещаются, пока нету таких, ну, сезон штормов и ситуация на Черном море пока что была более-менее стабильна в нашу пользу. Естественно, глава службы смещает свои акценты на работу других департаментов, в частности, контрразведка. Быстрое задержание, свидетельство качественной работы. Вот мы говорили, ну, я объяснял, что нельзя корректировщика задержать, пока он не вышел на связь. Вот как-то он вышел на связь, по, допустим, результатам ракетного удара передает сообщение своим кураторам, вот тогда его и задержит. В принципе, по горячим следам служба задержала и задержала огромное количество людей. Я вам раньше давал цифры. Но вот если брать по уголовным делам, сегодня 100 уголовных дел по созданию террористических групп и организаций на территории Украины. Представляете, как пытается проводить диверсионную деятельность Российская Федерация в Украине. 50 уголовных дел по диверсиям находятся в работе. За каждым делом стоит предупрежденный теракт или обстрел нашей территории. 233 наводчика ждут судебного приговора, то есть это уже в судопроизводстве. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok